уважаемые любители моих роликов о фотографии сегодня я вам расскажу упала управление плоскостями резкости дело в том что все в цифровых современных камерах очень хорошо и вот хасиблат 50 мегапиксельный который теперь стал намного доступнее из-за того что 100 мегапиксельные камеры появились но вполне удовлетворяет например меня я не стремлюсь вести 100 мегапиксельные дороговато ну и пока нет реальной практической необходимости так вот все хорошо в этих камерах но только есть одна проблема это то что объектив и матрица принимающие изображение находится четко в параллельных плоскостях этого частенько не хватает проблема существует и решается в основном камерами форматными у которых есть различные уклоны то есть и передней объективной стенки и задней кассетной есть конечно специфические переходнички такие маленькие сейчас блохеры и прочие недоучки от фотографий начнут повизгивать что вот мол где есть такие устройства эти устройства могут устроить только тех кого просто очень много денег очень мало мозгов потому что они свои функции по сути дела не выполняют к тому же нужно достаточно специфическую оптику на них ставить так вот по этой причине я решил упростить задачу использовать некоторые простые приемы которые позволяют гибридизовать такие камеры как например хассиблат 907 и камеры формата и но не совсем форматные скажем полуформатной для этих целей я воспользовался камерой хорсман vihs ну который еще дальномер который можно настраиваемый по лекалам и можно использовать даже не наводя на резкость поматовому стеклу камера очень хорошая и пользуюсь уже около 30 лет может чуть больше и в свое время вышел у меня даже специфический альбом который должен был представлять собой каталог одной экспортной выставки который вот называется времена года здесь 120 фотографий выполненных этой камерой и оптикой к ней самые разные фотографии вот многие из них я выставлял потом многие из них были отпечатаны небольшими партиями и продавались в общем этапами камеры которые камера которая позволяет снимая на качественную пленку получить хороший снимок размером 120 на 80 сантиметров то есть такая выставочная хорошая камера но самое главное что в ней есть это подвижки я в том что этой камеры и объективная стенка позвали двигается и вверх и вниз и вправо налево вращается то есть еще существует и свинг кроме вертикального и бокового тилта еще есть и огромная подвижность задней кассетной стенки она крепится на четырех барашках и на четырех таких круглых цилиндр и цилиндрических как бы трубок которые позволяют ее вращать в любом направлении то есть очень такая скажем так творческая камера я имею ввиду модель хорсман 6 на 9 максимально там есть и другие модификации нот я пользуюсь и на компактное достаточно ну и пришлось немножко поработать руками то есть я взял передел задник этого хорсмана как вы видите сейчас для того чтобы посадить камеру хассельблат цифровую и тут же открылась как вы понимаете бездна возможностей во первых я очень люблю и рекомендую использовать старую оптику которая обладает таким замечательным мутничком которые в современных творческих этих фотоблокерах добиваются бесконечно долуживая все это или в специфических редакторах фотошопе размывая изображение в общем такая компьютерная шняга никому не нужны и не интересны она достигается очень специфической оптикой который столетиями выпускалась для фотографов достаточно так брать но и поэтому я вот прям продемонстрирую как такая конструкция гибридная работает с тремя объективами ну начнем с рапета планата 210 миллиметров начальная диафрагма 8 ну естественно как современные жулики от фотографических производителей так и раньше всегда обманывали покупателей меня очень развеселило одно замечание к ролику про объективы ногтелюкс и ногтон который значит возмущенный блохер про посмотрев ролик завопил просто нам чувствовал что это все у вас что-то с камерой то должны быть абсолютно одинаковые картинки на цифровой камере если у вас жестко одна диафрагма 1 выдержка разные уважаемые слушайте разные вас надувают как мыльные пузыри и особенно японские производители очень часто пишут на объективах то что с них получить невозможно минупая это моноктон оказался меньше светосильным чем лейцевский ногтелюкс так что ребята терпите они возмущаетесь тем что лейка м11 цветная какая-то не такая наслаждайтесь своими убогими канонами похожими на не буду говорить на что и не придирайтесь к липовым надписям на японских объективах это случается часто и уже очень давно так вот перейдем к следующему объективу то есть вот этот объектив сначала рапета плана тоже оказался жульническим не какой-то не планат это перископ поэтому если вы снимете как вот показано обычно открытой теофрагме будет чудовищный мутничок а если вы придвинете объектив в соответствии с тем как у меня описано в книжке до гор искусство фотографии на необходимую величину сдвинете плоскости матрицы или пленки то будет порезче вот посмотреть второй кадр ну явно что на таком объективе можно получать удовольствие от съемки прыщавых девиц которые это сказать будут выглядеть намного лучше впрочем как и ветхие старушки покрытые морщинками не уничтожимые никаким ботоксом надо перейти к чему-то более по лучшее но в этом отношении трионар триплет цельсовский тоже годится вот вы его видите он тоже смонтирован на ту же камеру тон 180 миллиметров начальная диафрагма достаточно тоже большая ничего страшного вот его картинка ну и при диафрагме до 16 он достаточно резкий но на такой диафрагме уже разбираться с уклонами стенки практически невозможно тоже поэтому мне пришлось остановиться на лучшем из этого тройного набора объектива а по серонари 150 миллиметров радонштоковский его очень люблю он очень хорошо подходит камеры 4 на 5 дюймов и 6 на 9 сантиметров это об хроматический объектив очень резкий очень четкий с очень точно скорректированный по цвету я много лет снимаю жалоб никаких нет ну вот посмотрим что из этого получится и так если мы используем значит соответственно по серонар 155 и 6 фокус и диафрагма то на открытый диафрагме ну посмотрим что получается ну вот хорошо все получается прикрытую даже можно не смотреть раз уж так по так теперь перейдем к опытам поставив а по серонар на полностью открытой диафрагме и начинков смысла нет начинаем пробовать как на хасиблайдис кажется например верхний tilt вот посмотрите набор предметов разнокалиберных и посмотрите как распределяется резкость это я сделал что я взял стенку хорсмана и отклонил назад как показан в ролике то есть это верхний tilt теперь дальше нижний tilt я сделал наоборот еще одна картинка тоже понятно что как распределяется резкость теперь посмотрим на свинги соответственно левый синг и правый свинг вы видите резкость как распределяется на картинке то есть плоскости резки по резкость вполне управляемый объектив 150 миллиметров на гибридной конструкции хорсмана и хасиблада дает прекрасный результат так что если хотите получить райское наслаждение от подобного мероприятия то советую вам это делать подробности эти описаны в книжке формат искусство фотографии кое-что описано в недавно вышедшие но уже заканчивающие книжки вот этот зелененький на называется портрет искусство фотографии вот она и так по пробовав поработать на открытой диафрагме с объективом а по серонар соксом 150 миллиметров мы с вами давайте перейдем к финалу а что собственно говоря дает но ведь сейчас же эти блохеры покрытые диким собачьим волосом начнут тут же кричать о том что ну а чего за диафрагмировать до 64 вспомнят клуб f64 который был очень популярен на западе но вы знаете дурацкие мероприятия они имеют много воплощений но во первых на 64 возникает дифракции очень сильные вы сейчас в этом убедитесь во вторых объективы у которых есть возможность диафрагмироваться выше с 64 128 512 у меня есть такая оптика и даже 1024 диафрагмы такая есть и дифракции не возникает но они стоят от натурально как самолет зачем вам это нужно к тому же ничего интересного при этом не получите никакой кристальной резкости не будет будет дрянька с которой вы сейчас ближайшие несколько минут познакомитесь итак я решил сделать зачетный снимочек для этого поставил в рюмочках цветочки разноцветные на фоне сильно потрёпанных холстинки вот вы видите общую картину которая снят как раз на горячо любимой диафрагме f64 а вот теперь посмотрите кусочек а посмотрите какая чудовищная дифракция на растениях дрянь дрянью никакого изображения да при этом все рюмки резко с первой до последней да все цветочки резки но это резкость то убогая потому что она разрушается дифракционными явлениями а теперь возьмем по-другому сделаем возьмем сочетание свифта и свинга изменим положение задней стенки и снимем тот же самый сюжет на полностью открытый опять-таки достаточно опасный диафрагме объектива а по серонар 5 и 6 посмотрите результат как вы видите ну во первых у нас исчезает достаточно мерзкой мерзкий резкий фон то есть картинка немного оживает она становится пластичная и посмотрите на большом увеличении как выглядит замечательно те же самые цветочки в центральной рюмочке вы видите там просматриваются волоски на зелененькой части цветков листочки разделяются дифракционных явлений нет и у вас при этом картинки про картинка практически такая же по резкости если вы еще додумаетесь прикрыть диафрагму там до 8 хотя бы с 5 до 6 то она будет вообще идеально резкая при этом фон будет красивым боке или размыть или туше как вам больше нравится и вы получите высоко разрешаемое качественное изображение поэтому решайте сами что вам лучше f64 но это как современные фотографы которые до сих пор не знают как установить диафрагму выдержку без автомата так они не понимают как определять экспозицию выключи у них автоматы они сами окажутся что они не фотографы а не пойми что мартышкой очки с любым фотоаппарат поэтому если вы хотите получить удовольствие от управления плоскостями резкости то советую вам вот использовать тот прием который я показал в этом случае такая камера как хасельблак 50 мегапиксель дает огромные возможности управления плоскостями резкости изображения мне кажется что этот прием вам поможет тем более написан в книжках моих очень полезен при съемке портретов при съемке ландшафт я уж не говорю о смысле об осмысленности натюрмортов так что уважаемые любители серьезной фотографии я призываю вам получать от жизни удовольствие совершенствовать свои творческие возможности на этом я с вами прощаюсь до свидания а 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 и а